О главных событиях дня в информационном выпуске Амши Эбшара. Здравствуйте! Сегодня президент Абхазии Аслан Бжанья встретился с активом Гулрыбшского района. Руководством страны принято решение, что руководить районом продолжит ныне действующий глава администрации Аслан Барателия. Сегодня же глава государства представил коллективу Ткварчалского района нового руководителя Исидора Дочия. Обо всем подробнее в репортаже Саида Джарсалия. Указом президента Республики Абхазии Аслан Бжанья главой Гулрыбшского района утвержден Аслан Барателия. Во время встречи с коллективом районной администрации президент отметил, что в Гулрыбшском районе сложились хорошие и добрые традиции. Здесь проживают представители разных этносов. Очень важно сохранить и приумножить взаимное уважение жителей и сделать всё возможное для развития района по многим направлениям. Я очень рад оказаться здесь, в этой аудитории. Я представляю вам, хорошо вам известного человека, который работает в этом районе давно. Руководством страны принято решение, в соответствии с которым Аслан Юрьевич Барателия и дальше будет продолжать возложенные на него обязанности главы района. Все знают ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Она усложнилась в связи с эпидемией коронавируса. Государство предпринимает необходимые меры для того, чтобы локализовать последствия этой большой беды. Мы по мере возможности будем помогать нашим аграриям, будем оказывать содействие в решении самых насущных проблем. Наши возможности тоже носят ограниченный характер. В ближайшее время мы доведем до населения страны, какие меры предпринимаются, какое положение дел в целом в государстве, какие приоритеты и комплекс антикризисных мер, которые мы будем предпринимать для того, чтобы с наименьшими потерями выйти из этого периода. Аслан Бжани отметил, что учитывая те трудности, которые испытывает экономика, в том числе и в связи с пандемией коронавируса, руководство страны заинтересовано в развитии аграрного сектора в районе. Глава государства рассказал о социально-экономическом положении в стране и ознакомил с ближайшими планами руководства. Если состояние дел останется таким, как сейчас, то из собственной доходной части государственного бюджета Абхазии может выпасть чуть более 2 миллиардов рублей. Из пенсионного фонда тоже бюджет пенсионного фонда может составить около 300 миллионов рублей. Это очень серьезные потери, безусловно. У меня недавно была поездка с вице-премьерами. Мы были в Москве, наши российские друзья нам обещали оказать поддержку. Нормативно-публичные обязательства государства по заработной плате, как бы ситуация у нас здесь не складывалась, она будет выполняться. Что касается заработной платы, обязательства, которые государство взяло на себя, они будут выполнены. Хотя вы, наверное, по Гуджевскому району сами видите, какой у вас был план по спору налогов и сколько вы собрали. У вас на 60% в некоторых районах цифра еще хуже. А если ограничительные меры продолжатся, а они должны быть продолжены, значит тенденция будет к ухудшению. Но это никого из нас пугать не должно. Я говорил и говорю вам, очень сложно будет сделать так, чтобы в течение года, двух, трех мы разбогатели. Этого не будет, это очень сложно сделать, практически невозможно. Но в ближайшие полтора года мы сделаем так, чтобы люди уважали закон. Этот процесс пошел, он носит очень сложный характер. То, что я не хочу говорить о том, что это какой-то успех, это никакой пока еще не успех. Это люди выполняют свой служебный долг. Перед министром внутренних дел была поставлена задача номер один, сделать так, чтобы те сотрудники милиции, которые совершали преступления, их чтобы не было. Будем усиливать службу госбезопасности. Мы, чиновничий аппарат, будем под контролем в полной мере. Все будут под контролем. И потихонечку, потихонечку каждый будет вынужден или соблюдать закон, или оказаться в местах не столь отдаленных. В свою очередь Аслан Барателия поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие и отметил, что готов трудиться и дальше во благо жителей района. Далее глава государства направился в город Тхорчал. Здесь в администрации района Аслан Бжания представил коллективу нового руководителя Исидора Дочия. Указ президента зачитал руководитель администрации президента Алхас Квициния. Исидор Дочия был назначен исполняющим обязанности главы Тхорчалского района 12 мая. Руководство страны четко осознает, насколько ситуация непростая. Все помнят исключительный вклад творчельцев в нашу новейшую историю, в страницы Отечественной войны. Государству, конечно же, во многом все еще не удалось решить проблемы, стоящие перед жителями района. Мы, конечно, будем уделять особое внимание Тхорчалу и творчальцам. Это наш долг. Аслан Бжания поблагодарил бывших руководителей Тхорчалского района за работу и за их вклад в развитие региона. Президент отметил, что нужно отходить от тяжелого наследия прошлого и стараться создавать атмосферу доверия друг к другу. Мы один народ и вместе должны строить государство. Спрос руководителей будет строгий, будут поставлены конкретные задачи, в решении которых будет оказана необходимая помощь, сказал Аслан Бжания. В свою очередь новый глава района поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что приложит максимум усилий в работе. Спасибо Александру Георгиевичу, президенту Республики Абхазии, за то, что доверил такую ответственную должность. Я со своей стороны постараюсь не подвести никого, ни президента, ни себя. Я обещаю честно работать и трудиться благо нашего города. Исидор Шалодьевич Доча с 2007 по 2015 годы являлся депутатом Творчалского районного собрания. С 2017 года командир 1-го стрелкового полка Министерства обороны Республики Абхазия. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Награжден Орденом Леона и Орденом Мужества. Саид Жарсалия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 14 и 15 мая представители Народного собрания парламента Абхазии приняли участие в работе 32-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Участники конференции в режиме сеанса видеоконференц-связи обсудили более 30 вопросов. Данный формат проведения был согласован со всеми членами ЮРПА в целях минимизации рисков в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире. В итоговом заседании Совета Южно-Российской парламентской ассоциации принял участие спикер парламента Валерий Кварчия. Разрешите прежде всего поздравить вас с 75-летием победы наших народов, наших отцов и дедов в Великой Отечественной войне. Пожелаю всем мира и благополучия. Желаю также скорейшего выхода из тяжелой ситуации, в которой мы сегодня оказались. Игорь Александрович, спасибо вам и всем, кто создал необычную для нас возможность проведения в режиме онлайн 32-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Уже очевидно успешное ее завершение. На повестке дня 33 вопроса, связанные с изменением Кодекса об административных правонарушениях законов, регулирующих работу различных отраслей экономики, касающихся туризма и сельского хозяйства, а также вопросы социальной сферы, деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Было рассмотрено 5 вопросов, касающихся различных направлений законодательной деятельности. Это связано с тем, что в процессе правоприимения обобщалась нормативная база. В заседании Совета ЮРПА участвовали руководители делегации законодательных органов регионов Российской Федерации, входящих в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию. Восемь постоянных членов Совета и четыре ассоциированных. В это число входит и наша страна. Народное собрание Абхазии вступило в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию на правах ассоциированного членства 30 сентября 2005 года решением пятой конференции ЮРПА. Еще задолго до официального признания независимости нашей республики ЮРПА приняла решение включить Абхазию в свой состав. Мы дорожим этими отношениями, потому что ЮРПА объединяет регионы и субъекты Российской Федерации, которые в самые трудные для Абхазии годы, в период Отечественной войны народа Абхазии и в послевоенные блокадные годы всегда оказывали нам поддержку и содействие. Мы имеем возможность вносить свои законодательные инициативы. Что касается повестки дня 32 конференции ЮРПА, то парламент Республики Абхазия не вносил свои законодательные инициативы в повестку дня этого заседания. И тем не менее, для нас очень интересен тот опыт, который имеется у наших коллег из парламентов Южного федерального округа. Собственно говоря, по некоторым вопросам и коллеги наши, которые представляют эти парламенты, приобщаются к опыту и абхазской стороны. Следующая, 33 конференция ЮРПА пройдет в Волгоградской области. По решению членов Совета, именно этому региону перейдут полномочия по организации очередной встречи парламентариев Юга России. Сария Кварацхеля, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. 14 мая вечером в селе Ишеров в честь 75-летия со дня рождения Владислава Ардзенба прошла акция памяти. Организаторы мероприятия, руководство Ишерского музея боевой славы вместе с молодежью в села вокруг мемориального комплекса Владислава Ардзенба зажгли свечи. Из-за карантина в акции приняли участие небольшое количество людей. Цель мероприятия – увековечить память человека-лидера, который сумел в один из самых тяжелых для народа Абхазии периодов отстоять не только права своего народа, но и государства. Мы ежегодно делаем памятные вечера в музее, в Ишерском музее боевой славы, и, конечно же, приходим сюда почтить память Владислава Григорьевича, молодежь нашего села, молодежь Абхазии делает все для того, чтобы имя этого поистине героя, имя Владислава Григорьевича в веках осталось в нашей памяти, в нашей истории, конечно же, в наших сердцах. Состояние у остальных пациентов прежнее без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня встретился с родителями курсантов, чтобы обсудить тему возвращения курсантов, обучающихся в вузах Российской Федерации, в Абхазию, в условиях распространения коронавируса. Возвращение должно быть максимально организованным. Все прибывшие будут сразу же доставлены в зону прохождения двухнедельного карантина. Лица с подтвержденным диагнозом будут направлены в Гудаутскую районную больницу, как головной госпиталь по лечению коронавируса, отметил Лев Квициня. Обращаясь к родителям, министр отдельно остановился на строгом соблюдении курсантами дисциплины в течение всего карантина, исключение любого контакта вне карантинной зоны. Курсанты грубо нарушившие установленные правила будут строго наказаны вплоть до отчислений из профильных вузов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазия. Сегодня исполняющий обязанности главы администрации города Сухум-Беслан Эшба провел совещание с начальниками управления городских служб, на котором обсуждалось исполнение распоряжения президента о применении мер по защите населения от COVID-19. Начальники управления проинформировали мэра о том, что со 2 июня на две недели возобновятся уроки для выпускников. Далее их ждут экзамены по дисциплинам родной язык и математика. Выдачу аттестатов и последний звонок объединят и проведут до 25 июня. Выпускные баллы запрещены. По Сухуму на ежедневном контроле по телефону наблюдается около 100 человек, прибывших в Абхазию из России. Работает бригада, которая предотвращает перемещение находящихся на самоизоляции по городу. Беслан Эшба отметил, что будут проводиться инспекции с целью контроля работы объектов общепита. Нарушители будут привлекаться к ответственности. Что касается общественного транспорта, то автобусы и троллейбусы будут работать в режиме, который согласован с Кабинетом министров. Работа маршрутных такси находится в разработке. В ближайшее время этот вопрос будет решен в соответствии с рекомендациями координационного штаба. Планируется запускать по городу не более 30 маршруток в день. Сохранение я хотел бы, чтобы мы придерживались четко тем решениям, которые были приняты. Это касается объектов торговли, это касается какого-то ресторана, это касается работы центрального продуктового рынка и вещевого рынка. Это касается режима работы внутри самих объектов питания. Кто не будет выдерживать, я найду силы и средства с закрытого или иной предприятия. Несмотря на того, кому оно не принадлежало. Несмотря на карантин и ограничительные меры в сфере торговли, работа таможенных органов в Абхазии продолжается в активном режиме. Насколько изменился объем внешней и внутренней торговли за последние месяцы, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Голанзе. Несмотря на введение карантина и частичное приостановление предпринимательской деятельности, работа таможенных органов республики не останавливалась. Ввоз и вывоз товаров продолжался. Более того, по словам таможенных экспертов, в целях достижения положительных результатов с их стороны контроль был усилен. За четыре месяца текущего года при плановых показателях в размере 545 миллионов рублей объем платежей, взысканных таможенными органами, перечисленных в бюджет, составил 543 миллиона рублей. Таким образом, план по таможенным платежам был выполнен на 99,7%. Что касается внешней торговли, то по словам Асиды Квициния, ее объемы также увеличились по сравнению с прошлым годом. За данный период в республику ввозились товары как коммерческого, так и гуманитарного назначения. Это прежде всего продукты питания, медикаменты и другие товары, нефтепродукты и табачные изделия. С начала текущего года, несмотря на все вышеперечисленные ограничения в стране, объем внешней торговли увеличился за счет импортных поставок и составил 8 миллиардов 642 миллиона рублей. Что касается экспорта, в отличие от импортных поставок, объем экспорта сократился на 9% в сравнении с прошлым годом. Но надо отметить, что в текущем году есть ряд товаров, объем которых увеличился в сравнении с прошлым годом. Таможенные эксперты отмечают, что в этом году наблюдаются рекордные объемы вывоза клубники. Первые поставки начались еще в середине апреля и в данный момент достигли своего пика. Экспорт данной продукции составляет более 100 тонн, которые были вывезены в Российскую Федерацию. Если сравнивать с прошлым годом, то это было около 5,5 тонн. Что касается непосредственно нашей работы, мы максимально контактируем с представителями экспортеров данной продукции. В рамках таможенного законодательства, естественно, мы, насколько это возможно, ускоряем процесс, так как понимаем, что данная сельхозпродукция является скоропортящейся. И в целях ускорения процесса, соответственно, мы оформляем этот товар в приоритетном порядке. Увеличилось и количество экспортеров клубники. Если в прошлом году всего один участник внешней торговли осуществлял вывоз ягоды, то в текущем их количество увеличилось до пяти. Мы уже в этом году 50 тонн клубники отправили в Россию. Буквально сегодня еще одна машина готовится. Тобираемся выйти, там каждые два дня одна машина как минимум будет уходить. Вот где-то до середины июля. Потом будет небольшая пауза, потом 8 еще сезон начнется. И опять сколько же, такими же темпами в году, хотим где-то 1000 тонн вывезти. В принципе, давно заведенный порядок, по нему мы все действуем. Не знаю, они присутствуют на погрузках, пломбируют грузы. Все под их контролем. Вот наши брокеры здесь рядом, постоянно там вообще таможня все эти работы проводим. В принципе, проблем никогда никаких не было. По словам специалистов, в целом в виде таможенных платежей от экспортных операций за текущий год в бюджет страны перечислено 25 миллионов рублей. Эсма Голанзе, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня премьер-министр подписал распоряжение о назначении первым заместителем министра внутренних дел Руслана Ажеба, сообщает пресс-служба правительства Республики Абхазия. Кроме того, распоряжением Александра Анкваб заместителями министра внутренних дел назначены Беслан Чкадуа и Раш Цвижба. В отделы внутренних дел Гагарского и Гудаутского районов назначены новые руководители. Смотрите, репортаж подготовлены пресс-службой МВД. Новый руководитель управления внутренних дел по Гагарскому району 13 мая представлен личному составу органов внутренних дел. Приказом министра внутренних дел Республики Абхазия Дмитрий Адбар, исполняющим обязанности начальника управления внутренних дел по Гагарскому району, назначен Дмитрий Ажеба. Уроженец города Гагра, майор милиции Дмитрий Ажеба, длительное время работал в системе органов внутренних дел по направлению борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Возглавлял управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Своим приказом министр внутренних дел также обозначил ряд кадровых назначений руководителей подразделения УВД по Гагарскому району. Сегодня Гагарское управление внутренних дел – это большой коллектив со своими добрыми традициями и один из лучших коллективов в системе внутренних дел. При слаженной и профессиональной работе всего личного состава, поставленной руководством страны и Министерством внутренних дел, задачи будут исполнены в полном объеме. В отдел внутренних дел по Гудаутскому району назначен новый руководитель. Приказом министра внутренних дел Дмитрия Дбар, исполняющим обязанности начальника отдела внутренних дел по Гудаутскому району, назначен Эрик Хутаба. Свою службу в органах внутренних дел подполковник Хутаба начинал с оперуполномоченного уголовного розыска и за 17 лет показал себя хорошим оперативным сотрудником, а также ответственным и перспективным руководителем. На сотрудников милиции Гудаутского отдела внутренних дел возложена непростая задача – обеспечить правопорядок в городах и селах по всей территории района. Гудаутский район считается одним из самых больших в республике. В коллективе райоргана сегодня служат грамотные специалисты, молодые офицеры и сотрудники милиции с многолетним стажем и опытом работы, которые приложат все усилия для того, чтобы жители и гости Гудаутского района в полной мере ощущали безопасность дома, в общественных местах и на улицах. А в столичной администрации назначен новый исполняющий обязанности председателя комитета по вопросам молодежи спорта. Подробности в следующем репортаже. Исполняющий обязанности главы администрации города Сухум Беслан Эшпа представил нового председателя комитета по вопросам молодежи спорта администрации города Джона Атумава. Ранее эту должность занимала Нри Адлиба. Беслан Эшпа отметил, что молодежная политика – это приоритеты будущего нашей страны и проинформировал, что он лично будет курировать это направление. У нас страна, которая любит спорт и развивает все виды спорта, поэтому задача поставлена так, чтобы мы находили правильный баланс между теми видами спорта, которые у нас развиваются. Это касается спорта. Что касается молодежной политики, вы, естественно, прекрасно знаете о том, что молодежная политика – это приоритет нашей стране. Будущее нашей страны, будущее, которое будет строиться их руками. Поэтому здесь, конечно, нужен особый акцент. И те мероприятия, которые будут предлагаться данным комитетом, я буду их рассматривать в первую очередь. И хочу вам сказать, что курирование в администрации буду вести тоже я непосредственно. Исполняющий обязанности председателя городского комитета по делам молодежи спорта поблагодарил мэра за оказанную поддержку и доверие. Я надеюсь, коллектив, в том числе и я, мы будем также плодотворно вести в этом направлении свою работу. Я думаю, коллектив также меня поддержит. В этом коллективе пришлось мне уже не один год работать. Работали, старались, делали все, что могли. Думаю, будем также развиваться. Надеемся на вашу поддержку. Я думаю, молодежь и спорт должно быть на самом высоком уровне. Что зависит от нас, мы все в этом направлении будем делать. Еще раз благодарю вас за оказанную поддержку. Андрику хочу сказать спасибо. Это все, с проделанной работой будем сотрудничать, работаем. Коллектив «Тепло» принял нового руководителя. Обсуждая насущные проблемы, спрашивали мэра и о финансовой составляющей. Директор шахматной школы имени Карпова Константин Тужба говорил о финансовых проблемах. И отметил, что мэр пришел в сложное время. И интересовался о планах на будущее. Разные деятельности, виды и отсутствие нулевого финансирования фактически последние 3-4 года. Конечно, очень трудно руководить таким коллективом. Вы тоже пришли в трудное время. Вам тоже желаем всех. Спасибо. Что касается мероприятий, Константин Анатольевич, здесь не то, что городу, нашей стране сложно планировать, ввиду того, что ситуация, она вроде бы должна меняться по-лучшему, но происходит пока со сложным прогнозированием этой ситуации. Поэтому сейчас говорить о том, что мы какие-то параметры выдержим или мы их не... Мы уже идем с отставанием. Вы сами прекрасно знаете, что мы в мае закрываем долги апреля месяца по зарплатам. Вот в таком режиме идем. Говорить о том, что ситуация останется, тенденция такая, но пока сложно прогнозировать. Еще раз говорю, май, конечно, будет сложным. И июнь тоже. Но я думаю, что к концу июня ситуация должна стабилизироваться. На 1972 году ушел из жизни заслуженный журналист Абхазии, член Ассоциации писателей Абхазии, кавалер ордена Ахдзапша третьей степени, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Владимир Николаевич Кабба. Наряду с журналистской деятельностью Владимир Кабба занимался литературным творчеством. Он автор ряда рассказов и повести. В разные годы работал в редакции Абхазского радио корреспондентом, затем старшим редактором. Завидовал отделом культуры. С 2010 по 2016 годы возглавлял союз журналистов Абхазии, параллельно являясь редактором газеты Абсона. Трагически оборвалась жизнь Валерия Дмитриевича Акуция, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона, ветерана Абхазской гвардии. Заслуженного тренера Абхазии, почетного мастера спорта, многократного чемпиона и призера всесоюзных и республиканских соревнований. Валерия Акуция принимал участие в Отечественной войне с 14 августа 1992 года. Участвовал в уличных боях и командовал группой прикрытия. Командовал укреплением. Последний рубеж был наделен особыми полномочиями командующего абхазским ополчением. Благотворительная общественная организация «Киараз» продолжает работу по поддержке многодетных и малоимущих семей. В этом году в рамках сельскохозяйственного проекта стартовала акция по выдаче семян овощей нуждающимся жителям сел. Для реализации проекта были закуплены семена восьми видов овощей. Цель масштабного проекта – максимально вовлечь подопечных организаций в производство сельскохозяйственной продукции и укрепить продовольственную безопасность семей, давая им возможность для заработка посредством продажи выращенных овощей. На сегодняшний день около 300 семей уже оказана помощь. Подробности в репортаже Сарей Кварацхелия. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса, осложнила и без того непростое положение дел в экономике страны. И, конечно, это в первую очередь ударило по социально незащищенным слоям населения. Благодарительная общественная организация КЕРАС приступила к реализации гуманитарного сельскохозяйственного проекта, который предполагает обеспечение семенами и саженцами овощных культур семей, как подопечных фонда, так и других крестьян, у которых в данный период времени финансовые затруднения. На сегодняшний день обеспечено около 300 семей. В планах организации оказания помощи еще 100 семей. Основная цель и задача нашей организации, чтобы наши крестьяне обеспечили свои семьи продуктами, то есть качественными продуктами для того, чтобы они смогли прокормить свои семьи. Конечно, на уровне нашей организации это сложно говорить, потому что эта работа более носит масштабного характера. Первая задача, которая стояла для того, чтобы первоначально обеспечить рассадой, мы выбрали несколько семей, обеспечили всем необходимым инфейдарем, начиная с парников, стаканчиков, лекарственных препаратов, семян, обеспечились семьи для того, чтобы они сделали рассады. Наша организация взяла на себя ответственность, чтобы оплатить труд данных людей. Радует тот факт, что некоторые подопечные Кераза, такие как семья Хвиделидзе, оказывают посильную помощь. Житель села Губтингис Хвиделидзе – пчеловод. В этой непростой на сегодняшний день ситуации он помог в реализации сельхозпрограммы, построив у себя в огороде теплицы и вырастив саженцы огурцов, тыквы, болгарского перца и баклажана. Нужно отметить, что всеми необходимыми расходными материалами и семенами его обеспечила организация. Губтингис Хвиделидзе – пчеловод. Сегодня двор семьи Хвиделидзе полон улыбчивых людей. У каждого была возможность наполнить небольшие коробки саженцами огурцов разных сортов в количестве 30 штук. Помимо этого им раздавали и семена других овощей. Губтингис Хвиделидзе – пчеловод. Далее наша съемочная группа направилась в соседнее село Акваски, где нас уже ждали местные жители. В семье Иванба семеро детей. И, конечно, не обходится без трудностей. И сейчас такая поддержка для них имеет огромное значение. Большое спасибо огромное за такую большую поддержку. Сейчас в такое положение, что не все можем выходить, что-то взять. И вот они нам помогают. Кое-что уже посеяли, посадили, но это тоже не лишнее. Детей много. Главная задача благотворительной организации – помочь сельчанам вырастить максимальное количество овощей в этом году. Ведь именно сейчас благоприятный временной отрезок, когда семьи Кираза могут начать сельскохозяйственные работы. Во время карантина путем обзвона было выявлено более 150 семей наших подопечных, которые готовы были вплотную заняться сельским хозяйством. Цель масштабного проекта сельского хозяйства, который занимается благотворительной организацией Кираз с марта месяца, состоит в том, чтобы максимально вовлечь наших подопечных в сельскохозяйственную деятельность. В конце сезона мы проведем оценку нашего проекта и самым ответственным семям мы поможем в дальнейшем в расширении фермерского хозяйства. Кираз уже второй год реализует данный сельхозпроект. Так, в прошлом году в качестве эксперимента были розданы семена картофеля 11 семям и они получили хороший урожай. Также 9 семям помогли построить помещение для кур и приобрести цыплят. В этом году семенами картофеля уже обеспечены 22 семьи. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В воскресенье ночью и до полудня местами возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 22-27 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин